всем привет друзья мои с вами я светлана то я кажется начинаю худеть но у меня что-то развалился зуб под коронкой это мне не нравится хотя коронку и коронки я поменяла мост мост небольшой такой мост у меня есть и я наверное года три назад три года назад поменяла батуми хороший сделала качественный но в том год назад у меня болел он я пил пропила антибиотики 10 дней очень было как раз пандемия началась и я боялась выходить и врач мне работал и она мне назначил антибиотики прошло сами вы знаете как после антибиотиков потом это действует органе организм и что я хочу сказать эти птички эти птички не дают прям покоя они съели весь мой лед опять я переключилась и вот сейчас вчера у меня когда я попробовала свой сыр надкусила на эту сторону вот я тогда почувствовала что-то не то и сейчас я занялась со собой своим организмом очень серьезно четвертый день диеты утра на утро у меня сегодня такой голландский сыр который я вчера купила и кофе без сахара какое уже сейчас время 12 часов и только сейчас я начала завтракать до этого выпила пол стакана ромашки заварила чтобы для желудочка было все хорошо и вот такие вот у меня новости с утра я не с утра я же стою когда хочу сам себе режиссер сегодня проснулась 10 30 ну я поздно ложусь поэтому как организму как сколько хотела организму столько и дала отдохнуть попылесосила протерла везде пыль полы перемыла кухню убрала разложила вот сейчас макияж сделала все вот сейчас я такая красивая буду завтракать и буду лечиться также я пью лимонную воду горячую сейчас заварила себе но и лимонную воду не захотела я на голодный желудок чтобы не было никаких проблем желудком и вот сейчас вот позавтракаю еще кора дуба я как-то привезла с грузии я прочитала там мама мне всегда учила от стоматита от вот этих болезней я сейчас заварила и у меня на настаиваете я буду полоскать рот и посмотрим что и как потому что мне сейчас точно не должны до менять зубы это вообще такой без зубов ходить для меня страшнее всего но тем более очень хорошо сделала врач моя почему-то вот опять воспалилась я думала я поеду в батуми и покажу и тут кто делал мне ну батуми отложилась вообще он так скучает по своим деткам внукам сыном мы переписываемся перезваниваемся многие спрашивают про меня и про него почему я не рассказываю он сейчас находится в рейсе в море плавает возле японии потом он где вас в австралии и японии вот это вот у него такой район где он плавать на своем кораблике мы ждать и мальчик может ты мамочку свою видишь привет тебе седулечка попутного ветра мой будущий капитан ему все нравится его все устраивает он работает даже не хочет возвращаться в грузию потому что там такой кризис вообще вот я от всех своих знакомых только и слышу что такой кризис люди вообще летом не заработали туристов не было только наверно работают больницы потому что коронавирусом полно людей да и ситуация конечно очень осложнилась и яра и он даже не хочет возвращаться потому что кругом вокруг все там плачут плачут они хотят начать работать работой которые я предлагаю в онлайн ну и не хотите значит вас устраивает ваше такое положение и не плачьте тогда я захотела я сделала у меня получилось почему должно не получиться у вас скажите пожалуйста почему вы верите тем у кого не получилось вы верьте мне у меня все получилось я врать точно не буду а мне это не нужно так что вот такие вот у меня планы мои друзья когда зуб но и нет настроения но я обязательно что-то придумаю так вот я начала серьезно активно заниматься с тобой пить разные чайные ромашку там ромашка у меня с грузии но нужно купить и турецкую это тоже турецкая продается таких по пати называется по турецки ромашка она продается таких цветочки надо попить тмин сейчас покушаю кстати мой тмин весь съем смотрите видите все испортилось эти голуби сожрались настроение пропадает с такими птицами а я еще забыла цветочки полить но все буду завтракать и и смотрите не переключайтесь видите как мой ашкэм режет хачапури ашкэм привет ашкэм привет мои хорошие а ну покажу отсюда вот тут светло любишь хачапури? хачапури любишь? любишь? хачапури посмотрите как вышла обалденная хачапури чок лезет ли хамур йогурт лан яб мадым ама хамур яб тырдым ашкэм не может никак и забыть как я сказала я с йогурта сделаю фарш ашкэм ашкэм сэндоматес истермы сэнд салатолык а? не хочешь? етер етер сана все иди кушай иди е е а я тут зубом заболел зуб сейчас не успокаивается боль начала пить антибиотик и тут у меня сода и соль буду полоскать воду выпил ашкэм мой лимонную так что вот видите лечусь в полном лечусь сейчас здесь можно заварить очень выгодно можно сюда что-нибудь положить какую-нибудь травку попить хочу показать вам мой царский обед вот такая вот у меня диета 100 грамм хлеба 100 грамм отварного мяса 2 яйца и бульон бульон я первую воду слила конечно куриный сейчас буду обедать а на вечер у меня стакан кефира ну можно йогурт тоже приятного мне аппетита это время 5 часов вот такой ужин я приготовила моему мужу я уже поужинала вы видели очень вкусно до сих пор сытая вообще не хочу кушать 8 часов уже ну а ашкэм будет кушать и это у меня сегодня замечательно прошел день приходила Настенька в гости ко мне мы с ней пообщались было очень много телефонных звонок от вас моих подписчиц очень многие интересуются бизнесом я очень рада научить вас финансовой грамотности и стать финансовой независимой так что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите карантарии и звоните всем буду очень рада пообщаться чем мы занимаемся вечерами с ашкымом вот ашкым ашкым омега омега нет ашкым я на диете нельзя нельзя ашкым хочет чтобы я нарушила диету я диором и режим даем режим даем джевиз 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 короче друзья мои вот так вот сидим так хорошо у нас кондиционер работает не обязательно отопление иметь очень хорошо можно и кондиционером обогреваться не во всех комнатах ну и что а ночью можно хотим мы купить себе хотим мы купить себе электрический массаж ашкым ашкым электрический матрас ашкым без ботаны лязем электрикал мак не заманала джаз и прекрасно будет мы у нас такие пижамки сейчас мы купили с ним так что костюмчики купили пижамки купили вот так вот нам не холодно я худею друзья мои худеет светлана смотрим телевизор мастер-шеф ашкым чай приготовил нам чай приготовил в общем вот так нам весело с ашкымом да и что да эксперт эксперт по отношениям чай ашкым биржей соли дюйм а так не демок байан дюйм кто дюйм а ж ск обошли мак двигат спорта карта Слышите, что говорил Хабер на Сен-Бул? Он, знаете, что сказал, что говорит, в новостях услышал, что Казах, баян? Турак. Сейчас мне все турки вообще мне постреляют. Мой муж говорит, вы сами видите. Приглашает женщину, женится все, приезжает она, у нее и машину, все, квартиру. Когда не говорите, что у вас все есть, и машина, и этот, вы должны мужчину спрашивать, что у него есть. Потом, видите, забрал. Сон Ране, насыла у Дио пара. Пускай, говорит, все деньги у мужчины должны быть, ты мне дай золото. Деньги дай. Вы понимаете, какие аферисты? Даже в новостях показали, будьте осторожны, мои дорогие. И потом заканчиваются отношения. Сон Учны? Какой итог, говорю, конец? В конце она подала заявление в суд, потому что он ее обманкротил. Такое бывает даже. Солнечные. Не думайте, что вы что-то имеете. Пускай мужчина об этом думает. Что-то делать, потому что у нас есть пара. Парамы в этой ситуации, когда есть пара, когда есть пара, когда есть, извиняюсь, этот телефон туда-сюда, камеру мотаю. Когда вы говорите о своем благополучном положении, уже все, мужчины некоторые расслабляются и становятся инициатором. В чем? Выманивание денежек. Так что, мои хорошие, будьте внимательны. Слушайте, смотрите мои истории. Это реальные истории, которые произошли. Будьте очень внимательны. И не подпускайте близко сердце мужчин. Не только тут, но всех мужчин. Изучайте. Тем более, когда женщина 40, хочет замуж выйти. Тут надо уже смотреть со всех сторон. Вот так вот. Ашкем до сих пор продолжает чистить орехи. Перечистил все орехи. Гёстер, ашкем качественные джевиз. Это нам родители дали. А я смотрю вебинар. И загружаю новое видео. Все сразу вместе делаю. И смотрю передачу вкусную. Гёстер, гёстер. Очень полезная. Очень. Молодец, молодец. Ашкем дело нашел. А я сейчас так расстроилась. Чем расстроилась? Моя Асенька, которая вернулась в Россию, заболела ковидом. Первый тест после возвращения она сдала отрицательный. А сегодня, она говорит, у меня температура положительная. Представляете, бедная, высокая температура. Моя лапулечка, выздоравливай поскорее. Я очень за тебя буду переживать. Лечись поскорее, выздоравливай. Она такая уверенная девочка. Говорит, я чувствую, что я в легкой форме. Потому что мне болеть нельзя. Да, я тоже так думаю. Так что, Асенька, всего хорошего тебе. Выздоравливай. И не болейте, мои хорошие. Никто. Пусть Бог вас охраняет.